Клубника, малина и вишня. Ягоды, которыми можно полакомиться в этом сезоне. На рынках и в магазинах они на прилавках с начала лета. Обычно продавцы это дачники, которые вырастили свой товар на личном огороде. Ситуация может кардинально измениться из-за закона номер 251 ФЗ. Он вступил в силу с 1 декабря. Теперь дачник может внезапно обнаружить, что собственником участка он уже не является. Отнимать и продавать с молотка смогут земли, предоставленные гражданам под дачное хозяйство и даже под гаражное строительство. В основном коснется закон именно бесхозных дачных участков, хозяева которых наверняка забыли, что у них есть свои 6 соток. Наверняка здесь мог бы расти красивый сад. Здесь бы клубника, чуть подальше картошка и много-много больших деревьев. А пока что здесь можно только распороть ногу вот об эту деревяшку гвоздем. Юрий Чебаков трудится на своем огороде больше 50 лет. Это видно невооруженным глазом. Его дача выглядит ухоженно. С новым законом он полностью согласен. Смотрите, у меня вот зарос шина. Вот распилили все. Весь этот сад, это все не распилили все. И вот туда дальше пройдет, там все запущено за это. Люди даже по 10 лет не знают, что у них там сад есть. Так что не работают. Сады заросшие и это. Поэтому это очень положительно. А пускай хоть кто-нибудь пользуется. Поддерживает закон и председатель Рязанского союза садоводов. Правда, с небольшой оговоркой. Конечно, я с ним согласна, безусловно. Но надо это, наверное, в каждом случае конкретно все рассматривать. Действительно брошенные участки по каким-то причинам, сколько лет не обрабатывается и прочее. Брошенный участок – это балласт для дачного сообщества. Заросший травой он также представляет и большую угрозу пожара. С финансовой стороны это тоже проблема. Никто не платит членские взносы, которые полностью ложатся на плечи соседей. Федеральный закон призван решить вопрос заброшенных участков. Правда, есть и обратная сторона медали. На обработанной земле также можно найти массу нарушений. Например, земля на участке обрабатывается не так, как надо, а это снижает ее плодородие. После этого можно автоматически объявить землю и строение на ней бесхозными и забирать свою собственность. Более того, закон даже не обязывает ставить владельцев участков в известность, что с их собственностью проделываются подобные манипуляции. По статистике профсоюза садоводов России, дачные участки сегодня имеют 70 миллионов человек. Чтобы не лишиться своего огорода, надо провести государственную регистрацию земельных участков. И тогда никакие посягательства будут не страшны.